Кирилл, скажите, как вы считаете, какая кара ждет Владимира Путина в аду? Знаете, я недавно был в Гааге и легко себе представил, это была весна, и легко себе представил, что случится с Путиным, когда он туда будет все-таки однажды доставлен. Там очень сильный ветер, а мы знаем, что Путин, в общем, человек довольно субтильный. И мне показалось, что его просто сдует ветром к чертовой матери. И я рассказал об этом местным голландцам, они очень смеялись, они сказали, да, у нас здесь все так устроено. Так что, может быть, даже до ада терпеть не надо. Но все-таки мне кажется, что Путин боится дванье кулака Люцифера, сатаны, потому что, ну, не просто же так, он тратит миллиарды и миллиарды рублей, помогает своей старшей дочери Марии Воронцовой, вы знаете, наверное, это, изучать геном русского человека и, более того, искать лекарства для продолжения, для вечной жизни, скажем так, и для вечной молодости. Вы слышали, да, эти слухи тоже? Я даже думаю, что это не особенно слухи, это действительно общая такая идея так называемой российской элиты и путинского окружения. Они, безусловно, нацелились жить вечно и вечно сохранять власть. Но здесь, конечно, вопрос о том, что называется, справится ли передовая отечественная наука, даже, может быть, при помощи каких-то третьих стран, мне все-таки что-то подсказывает, что они своей цели не добьются. Это было бы как-то слишком несправедливо по отношению к миру. Вот вы говорите о российской науке, а Путина попросили стать главой попечительского совета Российской академии наук. Подлом, конечно, пистолетов и автоматов охранника Владимира Путина убирали тех неугодных российских ученых, академиков, которые не хотели протаскивать все это решение, но тем не менее. Такое себе позволял один раз в жизни человек, всем известный, Иосиф Виссарионович Сталин, становиться членом Российской академии наук. Не просто членом, а чиновником. К чему это все идет? А о чем свидетельствует эта тенденция, на ваш взгляд? Вы знаете, мы в начале года посчитали, что с 1922 года примерно 2500 ученых покинули Российскую Федерацию из числа тех, кто был действительно успешным ученым, мы мерили по международным научным журналам. И вот можно себе представить, да, вот человек публикуется в России, у него аффиляция с тем же институтом, одним из институтов Российской академии наук, и потом в 1922 году что-то случается, и он становится, ну вот Чубайс стал независимым исследователем из Глазго, но были такие более серьезные ученые, которые тоже разбежались по миру. По-моему, это имитация научной деятельности, те процессы, которые сейчас идут внутри РАН, поскольку трудно себе представить, что можно воспроизвести науку так, как она была устроена там 100 лет назад, когда можно было внутри одной страны строить научные институты, не опираясь на исследования коллег по всему миру. Сейчас так не работают просто, и мне кажется, что люди, которые хотят порулить российской наукой, они в науке понимают еще меньше, чем в военном деле или в экономике, то, чем они занимаются, разрушая в том числе Россию в ходе этой войны. А Путин чего хочет добиться таким назначением? Он хочет руководить, не знаю, наукой, учебники выпускать, говорить, какая история должна быть, какой не должно быть? Ну, у него есть явная обсессия с историей, он считает, наверное, что у него роман с историей, он одновременно и главный историк, и главный исторический деятель всех времен и народов, который должен повторить все свершения, в общем, прежних завоевателей и прежних руководителей великих, по крайней мере, так это выглядит с точки зрения того, как он себя подает. Но, по-моему, здесь есть еще такая бюрократическая логика для того, чтобы продолжать получать деньги на ран, в том числе на имитацию исследований, нужно, чтобы у тебя было хорошее прикрытие, а прикрытие может обеспечить только диктатор, да, и поэтому тут уже на встречных курсах им приходится идти, академики, которые лояльные, которые легли под диктатуру, они, кстати, многие этого не сделали, просто ровно по этой причине, и многих людей не пустили на это заседание, и при Сталине, мне кажется, такого просто не было, при Сталине, ну, как-то ты, в принципе, не дойдешь просто до Академии наук, если ты против диктатора, сейчас они еще недостаточно готовы, вот поэтому есть фронты, безусловно, даже внутри российской науки, ее стараются автоматчиками отделить от этого прекрасного союза диктатуры и имитации науки, вот, но тем, кто хочет жить по путинским правилам, им нужно делать вид, что они способны по этим правилам создавать науку, и вот они-то сами заинтересованы в том, чтобы диктатор их прикрывал. Кирилл, недавно у Путина сгорела дача на Алтаре, знаете, вот так и хочется спросить, сгорел сарай, когда сгорит и хата? Повыкнет ли в Российской Федерации, на мой взгляд, сейчас? На мой взгляд, сейчас нет. Для того, чтобы какие-то процессы социальные развивались, нужно, чтобы либо война действительно ударила по тем людям, которые, в отношении которых сейчас пропаганда и диктатура делают вид, что их это не касается, это основная часть, на самом деле, населения Российской Федерации. Большинство людей, ну, я вижу по тем людям, с которыми я общаюсь в России, это в том числе вполне обычные наши сограждане, которые, в общем, надеются, что однажды все закончится, и они вернутся в 2021 год, когда главной проблемой был ковид, а все это забудется, как страшный сон. И вот мы всегда обсуждаем, а как, в общем, можно вернуться после всего того, что делается и было сделано уже. Но, тем не менее, люди надеются на продолжение нормальной жизни. Вот когда, мне кажется, эта нормальная жизнь, ее иллюзия будет разрушена, тогда в России могут наступать самые разные социальные последствия. И при этом, знаете, мне кажется, что еще парадокс заключается в том, что это, когда война закончится, эти процессы гораздо быстрее пойдут. То есть, когда Путину придется или его наследникам придется разгребать то, что они наделали в ходе этой войны, когда они отправили всю страну на убой, когда они все инвестировали в создание танков бесконечных, беспилотников и снарядов, вот в этот момент времени, мне кажется, действительно возникнет много вопросов. За что воевали, например? Это же страшный вопрос, на него до сих пор нет ответа. Да, значит, зачем так много денег было потрачено на эту войну? Зачем столько людей убили? Один мой коллега, историк, специалист по войне в Афганистане, он считает, что когда мобилизованные вообще участники российской группировки вторжения, они вернутся в российские города массово, когда их отпустят домой, тех, кто выживет, они начнут, в общем, рассказывать на бытовом повседневном уровне, что происходило на войне. Это тоже вызовет очень много вопросов. И парадокс, понимаете, заключается в том, что, по сути, Путин, начав эту войну и продолжая ее в течение вот этого времени, он ее теперь не может завершить, потому что завершение войны для него будет означать огромный вал социальных проблем. Конец, скажем так. Завершение означает конец Путина, да? Ну, вот сейчас выглядит так, да. Кирилл, мы обязательно поговорим о войне и о мобилизационных процессах в России, которые сейчас происходят на наших глазах, и о том, что вот за пределами этой мобилизации. В обществе тоже происходит. Но, что интересно сейчас, садится с Питер Госдумы, Толстой, заявил следующее, что Казахстан, это Алматы, это исконно русская земля, это город русского казачества, а если Россия проиграет в Украине, то следующим будет Казахстан и Армения. Можно ли говорить, если мы беседуем от обратного, что Казахстану необходимо подготовиться, что для Путина Казахстан – это очередная точка, которую он хочет захватить, что Казахстану нужно ожидать нападения Вадимира Путина? Ну, я бы, безусловно, на месте властей Казахстана внимательно отнесся бы к таким заявлениям, и не стал бы делать вид, что это просто частное мнение какого-то российского депутата, который ничего не решает. С одной стороны, действительно, Толстой ничего не решает, с другой стороны, мы знаем, что они в течение 10 лет, они накачивали пропагандой историю про то, что такого государства, как Украина, не существует, что украинцы – это не народ, а теперь они, в общем, продолжают по той же схеме, по тому же своему учебнику «Путинская история», они продолжают делать такие же заявления в адрес других соседей, дегуманизировать их, отрицать их право на самостоятельную жизнь. И это, по-моему, все становится очень серьезным фактором. Я, кстати, не до конца понимаю логику Толстого, потому что он фактически сказал, что если Россия Украину упустит, то тогда что-то страшное случится в Казахстане. Но, в принципе, у России с Украиной были очень хорошие отношения до того момента, пока Россия не стала аннексировать территории украинские и, в общем, туда вторгаться. И я не думаю, что были бы какие-то серьезные проблемы, вне зависимости от того, какое правительство бы в Украине было. Но страшное, по мнению Путина и Толстого, не захватит Казахстан, очевидно. А что случится, на ваш взгляд, с Такаевым и с Пашиняном, с лидерами Казахстана и Армении, если Путин действительно начнет уничтожать эти страны? В случае с Казахстаном здесь совсем отдельная история. Мы знаем, что Казахстан – это территория интересов Китая. И у меня есть ощущение, что российские власти, они блефуют, что можно сколько угодно говорить про русскую крепость верной, но при этом ты мысленно так думаешь, на втором шаге своей этой геополитической мысли, ты думаешь, а что там в Пекине-то скажут товарищи? Будут ли они у нас газ покупать? Будут ли они нам продавать электронику? Вообще останется ли это великое партнерство? И поэтому в этом смысле, мне кажется, Казахстан находится в относительной безопасности, особенно до тех пор, пока мы не увидели каких-то процессов по образцу того, как Россия устраивала вот эти движения ущемленных русскоязычных граждан. И вот пока эти процессы массово не начались, не были инициированы из Москвы, то, соответственно, все может оказаться вполне себе подконтрольным. Такая его в частности, ему есть на кого опереться. Ситуация в Армении, мне кажется, гораздо более тяжелая. Это страна и так зажата между недружественными для нее странами. И это маленькая страна, находящаяся в тяжелом экономическом положении. И плюс демократическая страна, которой тяжело выживать среди окружающих диктатур. Мне кажется, для Армении ключевой вопрос, насколько быстро она успеет заскочить на подножку вот этого поезда в Европу. А что Путин действительно хотел бы ликвидации Пашиняна? Я уверен, что Путин ненавидит лично Пашиняна. Он для него, Пашинян, вообще воплощение всего зла для Путина. Это человек, который пришел в результате демократических протестов к власти. Ну, то есть, фактически аналог Майдана, который так Путина, безусловно, раздражает. И кроме того, это человек, который не сыграл в путинскую игру в течение последних лет и сделал несколько очень серьезных заявлений о том, что Российская Федерация не выполняет свои союзнические обязательства, которые были там взяты много десятилетий назад. В случае самого негативного сценария на сегодняшний день, как вы считаете, Путин убьет Лукашенко для того, чтобы поглотить Беларусь? Нет, мне кажется, что Лукашенко ему нужен. Лукашенко ему нужен для того, чтобы было понятно, что он не один такой злодей. У них же ведь есть внутренняя конкуренция, кто из них больше гад. И как бы они там идут нос в нос, потому что Лукашенко много всего. У Лукашенко меньше ресурсов, но и страна меньше, и он много всего наделал. И мне кажется, что несмотря на то, что у них не очень хорошие отношения, как мы знаем личное между Путиным и Лукашенко, они в последнее время с большим удовольствием сидят за одним столом и дают пресс-конференцию о тактических ядерных ударах. А зрелище одного Путина, который дает такую пресс-конференцию, оно гораздо менее убедительное. Получается, что фактически это один такой сумасшедший, который все время по утрам встает и думает про тактический ядерный удар. Когда ты делаешь это вместе с напарником, даже нелюбимым, ну, как-то это больше похоже на такую семейную жизнь диктаторов. Вот вы вспомнили о ядерном вооружении. Американцы дали разрешение Украине наносить удары своим оружием, американским оружием, по приграничию, так сказать, по тем регионам Российской Федерации, с территории которых бьют по Украине, по харьковскому направлению, Сумскому, Киевскому, Черниговскому. Дмитрий Медведев сразу заявил, что достал дубинку ядерную, причем не свою, а Путина, и начал ей размахивать и говорить, что они будут наносить ядерный удар. Как вы считаете, Путин сподобится все-таки нанести ядерный удар, ударить по Киеву, Берлину, Парижу? То есть, выйдет ли это все за пределы обыкновенного шантажа? Вы знаете, мне кажется, все развивается по плохому здесь сценарию. Я просто как раз очень активно следил за тем, как накачивалась ненависть к Украине в районе 2014 года. Это и раньше началось, но в 2014 году превратилось уже в какую-то совсем в какую-то вакханалию. С ядерным оружием у них сейчас происходит то же самое. Они не только на уровне телеграм-канала Медведева, не только на уровне чуть более осторожных заявлений Путина, они на уровне своей пропаганды каждый день фактически говорят, что ядерное оружие – это вообще ядерная война, это отличный способ решить все проблемы. И я боюсь, к сожалению, что они сами настолько надышались своей пропагандой, и она настолько плотно, остатки мозгов там, в общем, как-то закрывает, этот дым от пропаганды ядовитой, который они вдыхают, что, в принципе, они действительно могут начать верить, что ядерное оружие – это хороший способ, потому что, ну, нельзя же проиграть. Давайте сделаем так, что проиграют все. И сейчас шаг за шагом, мне кажется, Россия движется в сторону того, что ядерная война станет возможной. Более того, вы знаете, еще 24 февраля вот мои коллеги говорили, что сейчас у российского диктатора ничего не получится, что, в общем, ему дадут отпор, и после этого у него останется одна игрушка – это ядерная кнопка, и не очень ясно, кто ему запретит с ней поиграть. Вот это наша, в общем, общая проблема, проблема для всего мира. И мне хотелось бы, чтобы, в первую очередь, люди, которые действительно могут Путина останавливать, западные правительства, чтобы они понимали, что, в общем, речь совсем не идет про, как это, спор славян между собою, или там конфликт на, значит, на бывшем постсоветском пространстве. Это очень приятная точка зрения для Европы и для США, в частности, но это просто не так, потому что действительно Российская Федерация стоит на грани того, чтобы объявить войну всему миру. И, кстати, я думаю, что я тут вас поддержу, что это ошибка – не считать Путина человеком, который может запустить ядерное оружие, и не начать массовую глобальную войну, по той же причине, как и считали в отношении Сталина, который хотел из Корейской войны превратить эту войну в глобальную, причем и в ядерную войну, и думал, когда запускать ядерное оружие – в 54-м или в 57-м, когда оно будет готово. Поэтому, да, я тут вас абсолютно поддерживаю. Кирилл, завершая эту тему международную, скоро будут Олимпийские летние игры во Франции. И мы знаем, как Путин любит использовать Олимпиады, почему-то он гадит именно во время Олимпиад. Это вот Грузия, 2008 год, это нападение на Грузию, это потом еще одна Олимпиада в Пекине и аннексия украинских территорий, еще одна Олимпиада в Пекине и нападение полномасштабное на Украину. И сейчас что-то может быть. Но французские спецслужбы уже арестовали исламистов, правда. Они хотели совершить один из массовых терактов на одном из стадионов, где будут проходить Олимпийские игры. И переживают очень сильно силовики французские, что Путин действительно начнет дестабилизировать ситуацию, проводить теракты, использовать исламистов. Как вы думаете, первое, будет ли Путин проводить теракты во Франции в Европе во время Олимпийских игр? Раз. И второе, хочет ли Путин в принципе убить президента Макрона? Ну, все-таки, как будто бы это не почерк Путина, по крайней мере, вот новейшего Путина. Мы знаем действительно, что он во время Олимпиады в Пекине задумал, судя по всему, окончательно у него оформился план нападения, вторжения в Украину. Это была очень страшная фотография, когда он там в одиночестве на трибуне сидит в пальто с загадочной улыбкой, изображая Моно Лизу. Мне скорее кажется, что Путин может использовать Олимпиаду как дополнительный террор против Украины. И я не уверен, что исламисты готовы массово выполнять приказы Путина, тем более, что вот все-таки сценарий атаки на Крокус Холл это явно провал российских спецслужб, которые игнорируют сообщения от западных коллег, а вовсе все-таки не выстрел самим себе в ногу. Потому что просто есть очевидный аргумент, что про этот самый теракт, про Крокус пропаганда мгновенно забыла после того, как выяснилось, что никакого украинского следа предъявить они не могут. Они об этом поговорили пару недель, а потом переключились на другие темы. Поэтому я бы скорее не за Францию, не за Макрона беспокоился, а за нашу часть мира и за Украину в первую очередь. Друзья, спасибо большое, что вас встретились на всех наших YouTube-площадках. Дмитрий Гордон, гостя Гордона, подписывайтесь, подписывайтесь и на YouTube-канал, и на Telegram-канал «Новая газета Европа» и смотрите новости с Кириллом Мартыновым. Они выходят раз в неделю, но они очень-очень интересны. Ужасные новости, как он их называет, о ужасных событиях в Российской Федерации времен Владимира Владимировича Путина. Прости, Господи. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под наши беседы и делитесь во всех возможных социальных сетях, это помогает.